Что-то не получается. Что-то не получилось. Если сделай эту, то точку Белого обратно. Точка Белого. Привет, друзья! Точка Белого не возвращается. Почему? Не знаю. Вот так хорошо. Привет, Бакуина Марина, Мария Милисасова. Привет! Надя, привет! Нора Павлова, Алоя, привет! Валерия Д. Романова, привет! Дмитриевна, видимо. Татьяна, Юлия, Мария, Кейт 2017, Алекс. Здравствуйте! Привет из Утилимска. А, понял. Так это, да, это вот, собственно, привет-привет. Это Андреева. Это жена Ромы. Жена Ромы. Привет, да, привет, Римарка. Вы такие классные. Сделаю тему. Сейчас сделаю тему. Которую закрепить и точку Белого можешь? Тема у нас сегодня все равно как криптовалюты. Нет. Есть что делать? Я вообще ничего не вижу. Я вообще тоже ничего не вижу. Вы кого-нибудь видите, а вообще нет? Ну, ты в прошлый раз как-то делал что-то. Сейчас, секундочку. А, ну вот. Все. О, мы сейчас наконец-то видим. О, люди какие-то, смотри. Привет из Питера. Питер, Пенка. В Бишкек доставляете? Доставляем. Мы в 30. Мы сейчас уже ничего не доставляем, у нас все закрыто. Ну, мы конкретно ничего не доставляем. Вот я лично не беру книжки, не доставляю. Хотя, в принципе. Мог бы. Мог бы. Раз куда-нибудь в Бишкек, допустим. Почему нет? Так. Магазин когда откроется, там будет возможность доставить до любой точки планеты, можно так сказать. Куда доставляет кто? Почта России. 60 разных стран мы точно уже доставили. Бишкек. Без проблем. Нормально все будет. Все сделаем хорошо. В срок. В крайнем случае нет. Не сделаем. Ну сделаем. Что сделать? Тема. Какая у нас сегодня тема, чтобы было понятно? Давай, Ольга, говори какая тема. Как все успеть? Сейчас. Нажимаю на кнопочку. Да что такое? Не нажимается? Да, нажалась. Как тема. Сейчас, 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 сейчас. Так. Тема. Ой, Виталина. Как все успеть? Виталина, привет, я тебя вижу. Виталина, привет, я тебя вижу. И небольшой анонс. Вот такой. 0108.ру. Пока присоединяемся, все нормально. Вы ничего не пропустили. Знакомимся, говорим откуда вы, какой размер обуви и сколько у вас детей. Да? 2000. Правильно? Как мы говорили? Да. Нет, почему ты сразу не работаешь? Как? Подожди. Подожди, все должно было быть. Важная очень информация. Пока я настраиваю здесь connect. Все. ОК. Send. Сейчас зафиксирую. Куда побежала? Комментарий побежала куда-то. ОК. ОК. 35 размер обуви. Молодцы. Ольга. Вот так. Не бегай по этому. Не бегай экраном по полу. Смотри, здесь люди пишут 37 размеровые обуви. У нас у старшего сына уже 37 маленький. Оленька читала вашу книгу «Предзначение быть женщиной» и все ко мне прилетело предложение «Руки и сердце от любимого». А. Ура. Классно. Поздравляем. Все только начинается. Все. Нажимай те, что это самое главное только все начинается. Ура, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тема стоит. ОК. Ольга. О чем бы мы сегодня хотели рассказать, давай, и сколько по времени это будет продолжаться весь этот беспредел? И я не знаю, пока Эва не проснется. У нас есть дедлайн, называется «Пока Эва не проснется». как только его проснется так что ну вот ниш могла вот у нас час примерно времени просто запись запись эфира час примерно но это максим так что вот его вполне возможно проснется быстрее мне сейчас отвлекусь еще на компьютер там кое-что нужно доделать пока ольга расскажет рассказать о чем о чем будет о чем будет эфир мы к сожалению на какое-то время при кп прервемся привем комментарии вот поставим на паузу потом попался конечно я рассказываю о чем будет тренинг я пока тут прямой эфир прямой эфир а почему я что почему дня никогда конечно у нас четверо детей и 18 нянек но кстати в том числе об этом и сегодня хотели рассказать поставок я вчера запустила итоги года 2017 повторить повторить снова с ума сошел что столько всего рассказать вот этот пост был вчера можете посмотреть после этого было очень много вопросов как мы все успеваем хотя мы планировали сделать эфир про обучение ну обучение подождет следующего года сейчас стоит поговорить ой лёша там какие-то матершинники роман пошел вон жиленко жиленко роман пошел вон да не нормально ну вот короче мы решили провести сегодня эфир именно о том как все успеть ну какие такие секреты не секреты то что нам помогает то что мне помогает то что то как мы строим свою жизнь ну вкратце давай не надо все рассказывать в этом году у нас получилось посетить 13 новых стран в том числе посетить 7 новых стран 7 старых стран 13 новых 7 старых стран у нас четверо детей до сих пор да вот и мы это делали вместе с ними вот и получилось так что мы еще сделали 11 проектов то есть 12 это 9 книг и два проекта таких тоже непростых вот и собственно вот про это мы хотели бы поделиться как это все успеть как это все сделать обычной советской женщине какая советская женщина ну да советской женщине все мы пока еще советского союза made in made in soviet union советском союзе вот поэтому мы пока оттуда все итак ольга погнали первый пункт как вы все успел первый ответ на вопрос как вы все успеваете вообще у вас наверно 18 помощниц 19 рабов пишущих и вообще все придумано и 14 нянь в каждой стороне но пока что ставим на паузу поставим поставим сейчас мы сейчас мы как мы будем понимать если чё-то не слышно кому-то ну как-то так ну давайте 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 что там как это сделать никак а ну начни как а ну собственно наверное в этом вопросе как успеть все самое главное ловушка потому что все все равно не успеете вот если честно мой муж муж вообще у меня такое что ему хочется одновременно быть сразу в разных местах планеты это происходит постоянно то есть они он туда а это сюда последний раз когда куда ты летал в италию милан нет не когда ты а последний раз в ноябре у тебя было да какое-то обучение обучение было в москве да у него в одни и те же даты было три разных мероприятия на которые он хотел поехать он хотел поехать одновременно и в америку там было мероприятие и в москве было мероприятие еще одно мероприятие было в москве но просто порваться был нереально приходится выбирать также в принципе в жизни во всем потому что ну все вы все равно не успеете ну невозможно успеть все и поэтому планку вот эту стоит все таки снизить и не пытаться прям успеть все знаете мы еще есть такая проблема в нашем времени что вот когда например мы были маленькие наши мамы там ходили на работу все такое у них не было инстаграма они не знали что рядом как они жили вообще как у них инстаграм не было что где-то там в соседнем доме живет какая-то женщина у которой в два раза больше детей и она там делает и это и это и это еще параллельно успевает там красиво улыбаться на камеру то есть у них не было такой возможности подглядывать за чужой жизнью им жилось хорошо у них не было инстаграма и им жилось хорошо и не было понимаете не было вот этой возможности немножко приукрашивать как бы свою жизнь да подавая только красивые какие-то картинки из нее делая вид что у тебя вот так все шоколадно инстаграм конечно она такая праздничная сеть ну такая ну по исследованиям самая позитивная более позитивная сеть чем все остальные в которой содержится которые находятся больше больше процентов женщин да то есть ну как бы в инстаграм не будешь размещать какие-то свои проблемы или там какие-то ну например женщина когда фотографируется когда она хорошо выглядит когда она плохо выглядит даже не фотографируется правильно вот и соответственно так касается ну всего что происходит с женщиной то есть мы в инстаграм размещаем только что-то хорошее все остальное люди не видят и создается ощущение что у других жизнь интереснее ярче красивее что женщины выглядят лучше в этом возрасте там я не знаю моложе соплей детских какашек и всего остального и блевашек в жизни этих женщин кажется не существует ну да то есть есть ощущение что ну как бы что вот у кого-то прямо есть жизнь праздник и знаете вот эти женщины которые в инстаграме они все-таки красивые там но есть такая шутка даже что я побывала во всех раздевалках спорт клубов и официально заявляю вам что женщин из инстаграма не существует ну потому что ну и потому что ну вы сами все-таки как собственно не существует идеальных мужчин Дед Морозов и женщин из инстаграма они где-то живут все вместе вот поэтому первый шаг к тому чтобы все успевать ну в каком-то смысле да это перестать вот эту гонку ну перестать куда-то бежать за кем-то сделать так да выдохнуть потому что чем больше вы на других смотрите пытаетесь что-то делать как другие еще переживаете вы сгоняете себя в стресс чем больше вы в стрессе тем менее вы эффективны тем меньше вы успеваете тем меньше у вас получается а если что-то это и получается то вы не можете этому радоваться у вас нет ооо круто я это сделала я всегда об этом мечтала нет у вас все равно есть ощущение неудовлетворенности То есть вы все равно остаетесь неудовлетворены. Поэтому вот в этом месте планку стоит снизить. Еще один важный момент, что мы очень часто, но опять же, да, смотря на внешний мир, мы ставим себе очень много целей, и не всегда наши цели, они реальные. Ну, то есть, например, если ты сегодня зарабатываешь, ну, я не знаю, там, 20 тысяч рублей, ты кричишь, да я в следующем году хочу заработать миллион. Но вы же понимаете, что разница между там 20 тысяч и миллион, она огромная. И можно себе ставить такую более реальную цель, но которую... Ну, несложно почитать, что примерно ее коэффициент равен 50. В принципе, на самом деле, вы можете это делать, если вы за прошлый год выросли в 50 раз. Ну, да. Понимаете, то есть, если у вас была зарплата раньше, так, 20 тысяч, это 400 рублей, и сейчас она 20 тысяч рублей, то, в принципе, вы можете мечтать о том, что вот из 20 тысяч у вас получится миллион. Но, ну, как бы, как сделать, как достичь миллиона и не порваться, это другой вопрос. Это вопрос другого, как бы, характера, поэтому лучше себя не обманывать. Поэтому цели, ну, вот именно цели, стоит ставить реальные. То есть, не похудеть сразу на 60 килограмм, да, там, на 50. С 70, допустим, ну... Ну, реально, да, похудеть там на 10 сначала. Когда похудели на 10, ну, на 10 более-менее понятно, как похудеть. Потом похудеть еще на 10, еще на 10. То есть, такие реальные цели. Ну, подожди, вот я просто хочу разделить понятие. Есть, как бы, цели, а есть мечты. Так, давайте. И мечты, пусть ваши мечты будут высокими, и пусть они будут такими, ну, недостижимыми. А что такое, что такое мечты? Давай будем препарировать конкретно. Ну, смотри, мечты, да? Мечты. Я мечтаю, что там, я в таком-то домике буду жить на берегу моря. Но это, как бы, это мечта, это не цель. То есть, я не говорю, что я, например, через год у меня обязательно должен быть дом, у меня должно быть, там, 15 этажей, 800 слуг. То есть, как бы, это... 800 слуг? Я не слышал. То есть, это, ну, как бы, это разные вещи. Есть мечта, мечта это то, что вас вдохновляет. Цель это то, к чему вы делаете шаги. То есть, это то, что вы реально понимаете, как сделать, и вы потихоньку идете к этому. И ваша мечта, она просто может складываться из таких целей, ну, цели, как ступеньки. Понимаешь, про что? Да, безусловно. Ну, то есть, часто можете представить перед собой стену, допустим, там, метровой высоты. В принципе, все понятно, как через нее перебраться. Да, перешагнули, забрались, платье порвали, но дальше пошли. Платье-то за что? Ну, мы же про женщин говорим. Мы же не про мужчин. Вот. Двухметровая высота стена для вас, это, как бы, ну, нужно уже подумать, да. В принципе, большинство может дотянуться, подтянуться как-то и заперелезть. Если вы так залезли на двухметровую, то 2.20 вы, в принципе, тоже поймете, как сделать. Подставите что-то, заберетесь. Но если вы с метровой высоты начнете прыгать на трехметровую высоту, то, как бы, у вас возникнут сложности. Что сделать, где приставкнуть? А пятиметровая высота? Вот, можно представить, что если ваши результаты сейчас это X, вы хотите X в три раза больше, то, ну, лучше не стоит напрягаться. Потому что, не стоит напрягаться, потому что вы постигнете разочарование. Забанит этого чувака. Ну, какой молодец. Что за там какой-то... Может быть, мы закроем пока профиль, тогда только подписчики наши снова. Вот, пошел вон. А, давай закроем профиль сейчас. А зачем? Тогда эфир смогут смотреть только подписчики. Да. Сейчас мы тут немножко чуваков повыкидываем отсюда. Сейчас мы сделаем, да, мы здесь прямых эфиров уйдем, чтобы всякие недалекие товарищи отсюда... Вот, и... Что за дауны? Да, что за дауны пишут? В самом деле. Это что, мы в топ попали? Это мы потому что в топ попали? Да. Ребят, те, которые это, как бы, могут, ну, там... Сразу идите. Ну, то есть, там... Прогуляйтесь. Как зашли, дверь открыли, а, не сюда. Ну, да, видишь, пошли дальше. Что делать где-то? Ну, там-то редактировать, наверное. Нет, редактировать, что-то закрыли. Ну, где-то здесь. Ну, хорошо, смотрите, салам. Вот, здесь вопрос, на технический момент закроем. А может быть, на самом деле закроем сейчас комментарии, чтобы комментариев не было. А как комментарии закрыть, знаете, нет? А где это было, чтобы было где-то сделать профиль закрытым? А, все, куман. Что? Да, забралась? Сейчас переключусь обратно на личный аккаунт. У меня же не личный. А, нет. А тебе нельзя на работу, честно? А, нет. Не дают. Придется терпеть. Что за... Развоитель. Что за уроды пишут, а? Ну, как на уродов не отвлекаться? Ну, это же... Ну, неинтересно. Убери в комменты. Во-первых, не уроды, а люди просто, они, как бы... А-а-а... Скрывать эфир, пожалуйста, на комментарии. Не знаю, слушай, не знаю, как сделать так, чтобы... выйти... А закрыть комменты как? Ну, все, давай уже... А, во! Хе-хей! Да, аллилуйя! Во! Ну, так получилось. Мы будем включаться на... Ну, в конце, наверное, да, ближе, когда вы продолжаете? Ну, да. Вот. Здесь два момента. Во-первых, у вас обязательно должны быть мечты. Мечты, пусть они будут недостижимы. Ну, чтобы они вас вдохновляли. Главное, чтобы вы себя не изводили стрессом на тему, почему у меня до сих пор этого нет. То есть, мечта это такое светлое, возвышенное, на которое вы смотрите, и вас это греет. Пусть это будет обязательно. Ну, не надо путать их с целями. С другой стороны, у вас каждая мечта может разбиваться на такие вот подшаги. Под цели, да, которые на самом деле на немножко, на немножко отличаются. Ну, представьте, если вы... То есть, какой момент важный в достижении целей и каких-то ваших маленьких мечт? Вдохновение. Вы это делаете, у вас приходит вдохновение. Вот. Ну, и укрепляется вера в саму себя, в вашего супруга, в ваши взаимоотношения, чтобы вместе этого добились. Вот. А если у вас вы ставите огромную цель, то она может разрушить ваши отношения. Она подает веру вообще, в принципе, в целеполагание, в совместное придумывание, обдумывание этих целей. Понимаете? Вот. Мы прошли уже немало слез и разборок семейных, которые, знаете, как собирались за столом, собирались за столом, чтобы обдумать какие-то цели. И тут раз, уже ночь, и жена плачет, я весь на взводе, потому что она говорит, давай это сделаем, давай. Я говорю, какого хрена, откуда мы деньги возьмем? Это было лет семь назад, точно. И даже больше. Ну да, то есть я ему про мечты, которые меня греют, а он категориями целей. А я на землю, ба-бам, как бы. А нужно, понимаете, нужно иметь и то, и другое. Нужно иметь и мечты, которые вас вдохновляют, и цели, которым вы идете. Ну давай дальше уже. В принципе, мы перешли ко второму пункту. Это то, что к любой цели нужно идти маленькими шагами. Ну вот смотрите, меня сейчас спрашивают, когда вы успеваете писать книги. И я знаю, что если бы я книги писала так, что вот нужно написать книгу, я села сегодня, от сегодня и до заката, там, через три месяца, и каждый день, и только этим занимаюсь, пишу книгу, я бы сошла с ума, и я бы не написала ни одной книжки. Ну честно. Ну а ты бы написала? Ну нет. Написала бы, умерла. Вот. А любая книга, она пишется поэтапно. Ну в моем случае. У меня есть примерный план каждой книги. И какую тему мне сегодня хочется обсудить. Причем из какой книги, не всегда это одна, это разные книги, может быть. Да, у меня несколько обычных книг в работе. Вот. И какое издохновение, такую написала. И там каждый день по часу. Ну смотрите, если в день там я трачу один-два часа и написала одну, например, главу, то за год это 365 глав. 365 глав, ну даже в моем формате, это ну минимум три книги получаются. Примерно. А еще бывают какие-то маленькие детские, где я не могу сейчас писать что-то другое. Эта книга, как ты говоришь? Дракон, да. Она лезет мне в голову. Она залезла мне в голову, и я обязана эти буквы просто выложить на компьютер. Ну да, когда там есть какой-то, например, дракон поселился, и он со мной разговаривает. Я пытаюсь спать, и он там со мной разговаривает. Дракон это девочка и дракон книга. Да. Не дракон какой-то? Садея как раз... Не то чтобы сошла с ума, как бы. Я ее как раз год назад писала в Сингапуре. Я ничего не могла делать. Ну реально, я просто просила мужа, посиди, пожалуйста, с детьми, меня потому что этот дракон одолел. Но в целом книжки пишутся маленькими шагами. То есть каждый день по одному-два часа, и через год у вас три книжки. Ну грубо, у кого-то больше. Причем многие книжки... Не все пишут такие книжки. Многие книжки, они изначально, особенно большие, они происходят из Инстаграма. Представляете? Они рождаются в статье, да, рождаются в статье в Инстаграме. А то раньше же не было Инстаграма семь лет назад. Как жила, вообще не понятно. Вот, потом они переходят в статье на сайте с редактурой, с корректировкой. Нет, на сайте без редактуры. А, без редактуры? Я дополняю там что-то? А, ну да, дополнение. А потом уже... Потом это собирается уже в книжку, в черновой вариант. И потом уже из этого черного варианта в течение полугода, реального полугода. Вот, допустим, книжку, которая... Ну это я примерно показываю, потому что вы можете приложить эту маленькую историю на то, что у вас происходит в вашей жизни. Вот, что не нужно этого слонара. То же самое, понимаете, то же самое там любых там, когда вы хотите, ну я не знаю, там, попу накачать. Вы же не пытаетесь за один день накачать себе попу и умереть в спортзале. Обычно так происходит. Пришла, умерла, пришла, наприседала на утро, как бы это, и все. Да, то есть каждый день... И год больше не ходит. Каждый день просто приседаете, там, может быть, постепенно чуть-чуть увеличиваете это дело. Никогда не качала попу, но, наверное, как-то так это делается, я так думаю. Не знаешь ты. Темы. На самом деле, да, вот сейчас в преддверии Нового года, уже 2018, сейчас самое большое количество продаж абонементов в спортзалы. В январские праздники будут, в январские праздники все спортзалы и там фитнес-центры, они переполнены людьми. Потому что все ели оливье. Люди пытаются оставить свои салаты оливье на тренажерах, на беговых дорожках, вот, а потом, говорит, вот так вот все происходит, раз, 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 раз. Почему фитнес-индустрия может смело продавать, там, в несколько раз больше абонементов, чем вмещает в себя, чем вмещает в себя залы? Именно поэтому. Смотрите, то есть у нас есть большие мечты, такие, которые вдохновляют, и которые, может быть, мы не понимаем даже, как это все реализовать. У нас есть какие-то цели, да, это что-то пониже уровнем, уже более понятное, как. Каждую цель мы разбиваем на такие маленькие шаги и все, потихонечку топаем к ним безо всякого стресса. Ну, это, в принципе, то, что мы делаем в марафоне. Тот, кто участвовал у нас в марафоне, те знают, что они там ставят свои пять целей, и там в течение двух месяцев они их отслеживают. Маленький лайфхак. Прямо сейчас. Те, кто просто слушают, они получают вот столько. Те, кто записывают, они получают раза в три больше. Те, кто записывают, применимо к своей жизни какие-то детали и начинают прямо там что-то прямо вот сейчас делать. Прямо вот сейчас. Да, можно прямо сейчас записывать какие-то свои мечты, цели и там какие-то шоу. Вы получите значительно больше. Поэтому я вам рекомендую положить там телефон рядышком где-то уже со столом, остановиться в маршрутке, сказать, стойте все к чертой матери. Я сейчас буду записывать, да, все потом поехали, теперь можно одеть наушники, как бы, ну вот. Это важная информация, которая много лет уже. Вот. Давайте дальше, да. Вот следующий этап, который, ну не этап, составляющий, очень важный, это делегирование. Потому что если вы все будете делать сами, вы просто поломаетесь. Ну, реально. Есть вещи, которые могут сделать за вас другие люди. Они сделают это лучше. Они сделают это, им может быть даже это будет доставлять удовольствие, хотя вам это не доставляет удовольствие. И у вас там высвободится время для чего-то другого. Ну, давайте вот просто на примере, да. Если мы говорим про обычную женщину, у которой есть семья, дети, там, какое-то, может быть, хобби, да. Какой-нибудь муж может у нее есть, допустим. Муж, да. Так бывает. Какие-то вещи из своей жизни вы можете реально делегировать. Но я не рекомендую вам делегировать мужа. Ну, вы понимаете почему, да? Делегировали заботу мужа. Я не понимаю. Его секретарши. И потом получились проблемы. И потом как бы приходится искать нового. Да. Не рекомендую вам на постоянной основе делегировать приготовление пищи. Почему? Потому что тот, кто готовит еду, он вкладывает туда свое умонастроение. И люди, которые едят эту пищу, они это умонастроение получают. Вкладывают в свою любовь, в свою ненависть, в свое неудовлетворение от этой жизни, в свое недовольство, в свои возвышенные чувства. Вот что есть, то есть туда вкладывают. Да. Если вы раз в неделю сходили в кафе куда-то и поели, ну, это нормально. Ну, все так делают. Ну, ничего страшного, вы отдохнули. Но если вы, например, каждый день ходите только в кафе, и там у вас дети питаются, или в столовой где-то, да, или вы наняли себе помощницу, которая вас не только дома убирает, но еще и готовит, то это... Рассказывай, рассказывай. А я не могу так. Я могу так, давай. То это будет иметь свои последствия, которые вас могут не обрадовать. Потому что, например, даже если говорить про семейные отношения, то один из самых простых способов их наладить и гармонизировать... Детский бардак, детский стол. Самый простой способ их наладить и гармонизировать, это налить своему мужу с любовью, когда вы сами готовите. Знаете, что самое интересное? В ведических писаниях... Есть, кстати, много составляющих, которые важны. Готовить, первое, второе, своему мужу, второе, и с любовью. Ничего не перепутать. Еще хорошо бы готовить то, что он любит, да? Открытие этого года. И вот если вы посмотрите, например, какие-то ведические писания, там есть очень интересные вещи. Там были, ну вот, описаны царицы, у которых есть муж, соответственно, дети, там разные обязанности, у них много-много слуг, но для своего мужа почти все эти царицы, и там это описано, они готовили самостоятельно, своими руками. Они не разрешали служанкам готовить для мужа. То есть для детей там готовили, пожалуйста, готовьте на здоровье, там сами что-то ели. Но для мужа они всегда готовили сами, и это очень важно. Прикиньте! Вот, то есть я вам не рекомендую делегировать именно еду. Вот, а если вы думаете, что, допустим, Ольга пишет книги, она их редактирует, она их корректирует, думаете вы, что придумывает обложку, что она подготавливает ее к печати, потом она печатает эту книгу сама на станке. А разносит по почте? Доставляет эти книги до склада в Москве, потом, точнее, до склада в Краснодаре, потом разгружает эти книги, потом упаковывает эти книги, покупает коробки, потом подписывает все эти коробки. и работает в службе заботы, что если вы думаете, что этим занимается Ольга, то вы не ошибаетесь, так и есть! Я вообще хотела сначала про какие-то такие вещи, которые есть у каждой женщины. Ну, понятно, работа, она есть не у каждой женщины. Ну, да, я потом то же самое скажу просто попозже. Вот, то есть смотрите, я не рекомендую вам делегировать мужа, не рекомендую вам делегировать приготовление пищи. Что касается детей, это очень такой тонкий момент, потому что я своих детей, например, никому не делегирую. Ну, там, мы можем с мужем там только меняться. Я за тебя. Потому что, почему? Потому что есть определенная цена за то, что вы оставляете ребенка, например, с няней или с бабушкой, или идете в детский сад. Есть определенная цена. И есть люди, которые согласны платить эту цену. И нормально. Я не готова платить эту цену. Поэтому, ну, и плюс, конечно, я еще получаю огромное удовольствие от общения со своими детьми. Вот. Я не готова, чтобы это удовольствие получал кто-то другой. Это просто жадность. Это просто жадность. Давайте будем честными. Вот. То есть, если вы делегируете детей, ну, да, у вас там... Чтобы какая-то другая женщина целовала моего сыночка в жопку. Так что же такое? В общем, если вы делегируете детей, делайте это очень аккуратно и осознанно. То есть, ну, нужно понимать, что, во-первых, те люди, которые будут находиться с вашими детьми, дети будут к ним привязываться. И в какой-то момент, может быть, они будут привязываться к ним так же, как к вам, или даже больше, чем к вам. Потому что это зависит все-таки от времени. Плюс дети будут считывать программы того человека, который с ними общается. Если, например, ваш ребенок часто находится с бабушкой, а вам не очень нравится то, что в голове у бабушки, вы не сможете заставить бабушку воспитывать ребенка по-другому. Бабушка, что-то мне не нравится, что у тебя там в голове. Ты из советского прошлого всех своих тараканов принесла. Вы не можете ей сказать, ты вот не делай так. Потому что если вы оставляете с ней ребенка, если вы делегируете ребенка, то вы доверяете в этом месте, и вы должны принимать последствия. Ну, как-то так. Ну, здесь просто вопрос оплаты. То есть, вы не можете оплаты. Оплаты. То есть, приходится расплачиваться, вытаскивать снова эти конфеты из его рта. Если вы вегетарианцу, то приходится объяснять ему снова, доставать эти колбасы из его кармана. Объяснять, что деньги, что богатые все-таки, это в том числе и хорошо, а не то, что только плохо. Ну, это такие вещи, которые до 9 лет потом... Это цена, понимаете? Это цена. То есть, если вы готовы заплатить эту цену, то вы, ну, пожалуйста, да. Если вы не готовы, нужно думать на эту тему. Ну, давай, смотри, про делегирование. Про делегирование, если говорить про бизнес. Ну, подожди, ну, мы же сначала про женщин, потом про бизнес. А, да? Ну, как бы сейчас женскую часть, а потом все остальное. Ну, давай, хорошо. Вот. Что касается, например, домашнего хозяйства, да. Я бы не рекомендовала вам полностью делегировать, опять же, ваше домашнее хозяйство, потому что вы должны сохранить ощущение, что в этом доме хозяйка вы. Ну, то есть, если у вас, например... Вот у нас, например, здесь на Бали есть помощница дома, дома, но, несмотря на то, что здесь принято, что она живет обычно в доме, либо она приходит на целый день, у нас она приходит строго до обеда. Ну, это мой пунктик, потому что я не люблю много посторонних людей в доме, хотя она уже два года с нами, да, скоро два, она не посторонний человек, но, тем не менее, у меня есть на эту тему пунктик. То есть, она приходит с утра, до обеда она убирается, делает влажную уборку и все остальное, потом она уходит. А потом мы создаем все то, что, ну, как бы, и работу на следующий день. Дети, как обычно. Здрасте. Во-первых, все-таки я не теряю контакта с домом, потому что я тоже что-то делаю, когда она уходит, мне приходится убирать там посуду, что-то еще. Там поползала как бы помощница, вот, она потом передает эту палку Ольге и потом Ольга ползает по дому. Ну, уже не так. Все-таки, когда она сделала основную работу, мне приходится просто поддерживать, это намного проще. Плюс, такой очень важный момент, что, ну, как бы, делегирование это такая штука, что нужно все-таки контролировать этот процесс и держать в своих руках. Ну, потому что, если у вас есть какая-то помощница по дому, все-таки вы должны решать, где лежат какие-то вещи. Вы должны уметь об этом разговаривать, вы должны уметь это проговаривать. Это не просто, но все-таки это дает свои плоды. Для чего делегировать, расскажи. Почему? Для чего? Для чего учиться, во-первых, этой истории? Для чего тратить силы, время, деньги, получается? Ну, потому что, потому что я сама могу все. Я могу все. Я могу пол мыть, я могу посуду мыть. И вот этот год мы путешествовали с марта по декабрь, мы не были на Баре, у нас не было помощницы нигде. То есть мы, я делала все сама. Я могу это сделать, но это дается определенными усилиями. То есть, например, если я целый день буду везде ползать, там, со швабрами и со всем остальным, я становлюсь больше, более раздражительной. Ну, что говорить-то, если ты только что тут помыла, а тут рассыпали что-то, разбили, то, ну, как бы, сложно держаться. Плюс есть вещи, которые... Не ценят эту всю тему. Муж пришел в тапках своих, поперся по... Только вот мокрый пол, этот поперся уже вообще. Ты вообще видел все это? Нет, ты идешь вот это. Есть вещи, которые более важны. Я только что все это в шкафчик положила, а тут достал вот это вот не... Вот это все вот, вы понимаете, да? Есть просто вещи, которые более важны. Если я вложу свой час времени в уборку, то получится там определенный результат, которого хватит на 15 минут. Если я тот же час времени вложу в общение с каким-то из детей или со всеми детьми, это другой результат. Если я этот же час положу в общение с мужем и смогу с ним посидеть, чай попить, поговорить, обсудить какие-то вещи, да, это другой результат, там, или напишу книгу, то есть, ну, понимаете, приходится выбирать все-таки, да, приходится выбирать в таком потоке дел, и я выбираю то, что приносит больше результата, ну, больше удовлетворения. Да, тут подключаюсь я, то есть, фактически, Ольга сейчас хочет, 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 хотит, хотит. Ты забыл. Ольге есть желание рассказать о КПД, куда эффективнее вкладывать свои силы, понимаете? В среднем, если ваш час, это в бизнесе так считается, если ваш час работы стоит несколько раз лучше, чем того человека, который может сделать эту работу, то лучше эту работу отдать. Всегда. Потому что всегда есть более профессиональные... Часто, более профессиональные... Это я утрирую про бизнес-историю. Если про бизнес-историю. Особенно те деятельности, которые вам не нравятся, не нравятся, ну, вот, не исключая те, про которые Ольга говорила, те, которых вы не достигнете, можно сказать, совершенства, это вот я про бизнес-историю говорю, да, те, которые можно передать легко, и на этом пространстве, на рынке есть очень много людей, которые легко могут сделать, не знаю, там, доставлять курьер, курьер, курьерская доставка. Ну, студенты без проблем, легко, бабушки, дедушки. No questions. Вот. Поэтому здесь нужно рассматривать, в том числе, подойти к себе, как к такому менеджеру. То есть, в нашем случае, когда, допустим, детей уже четверо, то вы можете быть наемной мамой у себя, когда у вас один-два ребенка. Но когда у вас больше детей, вы уже становитесь таким менеджером, менеджером-управленцем. Я расскажу вам маленькую историю. Я летел из Чикаго. Куда летел? В Америке где-то летел. В Америке. Да. И мы вышли из самолета. Долго, такой перелет, часов пять, наверное. И папа, мама. И вот стоит мама, и она так считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть детей. Шесть мальчиков. Шесть мальчиков. Все в зеленых футболках, всех видно. Потом они дошли до... Я с ними попросил сфотографироваться. Мы сфотографировались. Они как-то поделились какой-то своей маленькой историей. Такие все оптимистичные, не сильно ушатанные. Мама с папой довольно-таки свежие. После перелета с шестью. С шестью детьми. Они дошли до транспортерной ленты. И каждый из них взял по чемоданчику. Там папа помог большие чемоданы. Каждый из них взял такой пень-пень-пень-пень. Чемоданчики уменьшались. Но у каждого был чемоданчик. Мама стояла. Никого на руках у нее не было. Она так. Так, ты сюда. Вон ты возьми этот чемодан. Ты этот возьми. Возьми этот. Вот. Потому что если мама с шестью детьми будет им там всем, простите, жопу подтирать. Простите за слово... Простите за слово... Все, я испортил весь мир. Простите за слово подтирать. То как бы, ну, она развалится. Фактически переход там из двух детей к трем, он как раз это про делегирование. И часто хочется детей, хочется больше, но что, а я и так разваливаюсь. Вот. Это новый навык. Это фактически тот навык, когда предприниматель становится бизнесменом. Вот. Он начинает делегировать, начинает команду себе привлекать людей каких-то. Продолжаем дальше. Я забыла, что кто-то... А, ну вот. Смотри в телефон. А, значит, если... Ну, опять про делегирование, да, если мы говорим про домашнее хозяйство. Здесь есть разные способы, как это сделать. Ну, например, да, в Петербурге у нас давно уже, да, это было еще, когда мы в центре жили... О, это было где-то в прошлом веке. У нас была девочка, которая приходила раз в неделю, один раз в неделю, и она делала генеральную уборку дома. То есть все, что я делала, у нас тогда было двое детей, я поддерживала всю неделю, ну, вот, какой-то примерно... Насколько могла, мы держались, 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 держались. То есть считали дни до прихода этой девочки, но... Да, ну, это, во-первых, да, то есть это вот, она делала такую работу, которая мне позволяла целую неделю, ну, вот, как бы поддерживать минимальными усилиями. Плюс, конечно, спасали какие-то помощники. То есть здесь на бане, например, не приняты, например, посудомоечные машины. Почему? Потому что достаточно дорогое электричество и достаточно дешевая рабочая сила, ну, в сравнении, да, что гораздо выгоднее нанять помощницу, которая будет приходить мыть дома полную посуду, в том числе, чем посудомойку, которая там через два года, как любая техника, просто помрет. Ну, и сам, конечно, рынок помощницы, он такой, довольно-таки, ну, открытый, они... Ну, они очень приятные. Да, очень открытые такие, легкие, легкие вообще не люди. Какие-то помощники электронные, которые вам помогут, там, посудомойка, у нас был робот-пылесос в Петербурге, да, тоже так... У меня дети катались. Очень-очень хорошо помогал, там, под кроватями вот это все вычищать, да, то, куда обычно не залезешь. То есть там, ну, понятно, стиральная машина, какие-то, ну, вот, какие-то такие вещи, которые могут вам облегчить жизнь, они обязательно должны быть. Систематически, причем, облегчить, понимаете, если, допустим, вот, кстати, надо купить сушильную машину, не принята сушильная машина в России, да, ну, как-то, как вот, вот эта грабина, потом еще одна грабина, а в Америке принято, то есть у них там вообще техника все упакована, вот, там, конечно, там свои завороты есть, но нам можно, можно подучиться этим вещам, что ты взял, вытащил вот эти, вот эти вещи, не развешиваешь их, да, засунул в сушильную машину, достал, они у тебя готовы... И сразу сложил там, что-то погладил, что-то сложил в шкаф, да, это очень удобно. То есть, ну, вы можете подумать, как, и включать, опять же, в список своих мечт и целей, если у вас, например, покажки нет посудомойки как таковой, а вы хотели бы, то вот, ну, просто вот записать себе. То есть, найти способы, как вы можете это делегировать частично людям, либо какой-то технике, либо устроить дежурство по очереди, там, среди детей, детей привлекать, мужа привлекать, вот, то есть, обязательно должно быть что-то такое. Как там, happy mom? Happy, да, мама счастлива, счастливы все. Да, то есть, почему это одна из самых важных частей? Счастливая мама, счастливые все, понимаете? То есть, это один из инструментов, который позволяет сделать счастливыми всех. То есть, представьте, что ваша сушильная машина может сделать счастливым вашего ребенка, второго ребенка, мужа, кошку, которую вы пинаете, которая попала прямо вот, ну, прямо сейчас вот нужна была как раз для того, чтобы выместить все, потом теща, свекровь, кто там еще? Сейчас этот эфир женщины будут отправлять своим мужьям и писать, слушай, я нашла, что нам нужно, давай, пусть отправляют, пусть отправляют. И мне там вот это, вот это, вот это. Пусть покупают машинки, яму тебе надо купить машину. Ну, все, на Новый год. Я тебе новую купил машинку недавно, стиральную, очень крутую, вот такая. Вот, то есть, это обязательно должно быть. И следующий пункт, к которому Леша уже косвенно перешел, это то, что вы должны заботиться о себе обязательно. Понимаете, это вот как, если вы о себе не заботитесь, то вы неэффективны, вы становитесь неэффективными. Ну, это как вот, не знаю, вы, к примеру, у Стивена Кови, да, когда вы пилите дерево, и все время пилите, и никогда не точите пилу, вы пилите медленно, вам тяжело пилить. Вы злитесь. Злитесь, это происходит очень плохо. Раньше пилилось лучше, сейчас пилиться хуже. А стоило бы просто заточить пилу, и вы бы делали это быстро и легко. То же самое, если вы о себе заботитесь, то вам гораздо проще заботиться о своих близких. Потому что вы себя наполнили, у вас есть что отдать, вы спокойно можете общаться с детьми, вы можете играть с ними, то есть вас это не напрягает. Но если вы на себя жалеете время, жалеете сил, и думаете, ну как так, у меня еще столько дел не сделано, я тут буду в ванне лежать, девочки, это будут большие проблемы, потому что будет злая мама и злые все, несчастные все. И нафиг бы никому не нужны были вот эти ваши какие-то подвиги, которые вы за это время совершили. Лучше бы вы сделали добрую маму, и все были бы счастливы на эту тему. Гораздо может быть сложнее делать маму счастливой, счастливую, но эффективнее, чем маму под судомойку. Понимаете? Кстати, мы об этом будем говорить, да, о таких технических разных вещах на тренинге, который у нас будет в следующем году. Мы в следующем году первый раз за последние 4 года, наверное, будем записывать видео тренинг из 20-30 видео уроков, видео уроков. Вот, и там, чтобы зарегистрироваться, потому что спрашивать, я посчитал важным, мы можем это забыть, 0108.ру, слэш, 2018. 0108.ру, слэш, 2018. Мы пока еще ничего не продаем, то есть... Когда комментарии откроются, да, можно... Мы пока вам... там уже хватает людей, чтобы мы как бы... Чтобы мы начали уже что-то делать. Чтобы мы начали что-то делать. Там несколько тысяч участниц, если вам это хочется, а я, чтобы не забыл, вот я вам напоминаю. Вот, значит, мы уже обсудили пункт про заботу о себе, и не думаю, что здесь стоит много говорить. Это то, что вообще не подлежит обсуждению. Если вы о себе не заботитесь, вы не будете ничего успевать, и вы не будете удовлетворены никогда своим результатом. Если вы думаете, что ваши дети придуманы для того, чтобы мыть полы, для того, чтобы убираться в квартирах, и что дочка как раз родилась, чтобы вот мыть посуду, то вы совершенно правы. Вы так рождены, ваша дочка так рождена, и ее, и ваша внучка будет точно так же делать. Вот. Мне кажется, все-таки счастье немножко в другом. И давай дальше перейдем. Давай. Еще один очень важный навык, который помогает выстраивать свою жизнь, это выделение приоритетов. Ну, то есть в вашей жизни дофига дел, я уверена, что у каждой из вас очень много того, что вы можете делать, что вы хотите делать, что вам нравится, что вам не нравится, но надо. Нужно выстроить приоритеты. И самое главное делать в первую очередь. То есть вот вы, ну как бы вот, вот есть массив всего того, что можно было бы сделать. Сделайте сначала из этого самое главное, а потом уже, когда время останется, сможете делать что-то еще. Ну, это, знаете, есть такой эксперимент про, как они, про камни, да, камни и... Камни-ножницы-бумага, нет? Ну, в общем, там брали стакан большой, вазу, и в него пробовали сложить большие камни, маленькие камни, песок, воду, да? Да. И если все делали по принципу, что сначала песок насыпали, потом туда насували... Песок это мелкие, ненужные дела, бессмысленные, там, листание ленты в Инстаграме. Кстати, прямой, наш прямой эфир к этому не относится. И вы, надеюсь, понимаете, почему. Вот, то есть, если потом будете впихивать, пытаться мелкие камушки, большие у вас просто не влезут. Если вы сначала положите крупные камни, между ними свободно влезут какие-то камни поменьше. Маленькие камешки, вы немножко потрясете, они туда сыпятся. Да, и песочек сверху, и у вас все поместится. Да, но еще это не все, вы можете налить туда кучу воды. Да. Куча воды – это ваши такие действия, которые рассыпятся. Про приоритеты давай пока не забыл, смотрите. Что такое приоритетизация... Кто? Ну, собственно говоря, выстраивание по приоритетам дел. То есть, вы берете, вот у вас куча дел разных. Там, первое, второе, третье, четвертое, в школу там что-то кого-то отдать, где-то что-то записать, на английский записаться, чему-то учиться. Как приоритеты, собственно, выстраивать? Вы берете два из них и смотрите, какой из них важнее. Вот этот или вот этот? Ага, вот этот. Окей. Потом берете, сравниваете там опять с другим, вот этот или вот этот. Вот, и потом берете следующий, там вот этот или вот этот. И у вас потихонечку получается там самый высокий, самый меньше, 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 меньше. То есть, если вы этот не будете делать самый верхний, то ваше удовольствие, ваша энергия, она будет падать. Ну, как забота о себе. А если вы это не сделаете в самом низу, да, как забота о себе. А если вы не сделаете вот это, ничего страшного не произойдет в вашей жизни. Не посмотрите новый корейский сериал какой-нибудь. Корейский же сейчас в моде, да, сериал? Батюшка, я даже не знаю, что такое. Надо посмотреть, а то время-то очень много. Вот, то есть, понимаете, например, там здоровье, да, если вы не будете уделять внимание своему здоровью, если вы не будете об этом заботиться, и то что, то через какое время ваш организм даст сбой, а если он даст сбой, вас ничего не будет радовать. Ну, просто вспомните, когда вы болеете, вас не радует уже ни семья, ни дети вас не радуют. Вам хочется, чтобы все вас оставили в покое и не трогали, и, ну, и так далее, да, то есть, ну... Ну, и пришли только на могилку, на вашу, в принципе, нормальный, чтобы не пожалели денег на хороший памятник. То есть, вам, понимаете, вам нужно выделить самые важные сферы вашей жизни, которые вы считаете важными, и дела из этой категории делать в первую очередь. То есть, в первую очередь, если от этого что-то осталось, то потом можно и полистать клиенту в Инстаграме. Ну, потому что все важное уже сделано. И отсюда хотелось бы сделать еще одну ремарку по поводу женщин, да. Я общалась с разными женщинами, в том числе, ну, многие из вас знают, Робин Лим, это Акушерка, герой... Какое-то дело красит красным. CNN 2011 года, да, она, по-моему, 2011. Потрясающая женщина, у нее восемь детей, она живет на Бали. Ее книгу мы на русском языке издаем в этом году. Мы уже, да, издали, да, в следующем году. Скоро начнем с распространениями. Продажи. Вот, она потрясающая женщина, и она Акушерка, она руководит огромной клиникой, которая помогает... Создала на пожертвования, на несколько сотен тысяч долларов, создала на пожертвования детей. Ну, то есть, она вообще уникальная личность просто, как она вообще все это, да. И то, что она говорит, абсолютно отвлекается у меня, она говорит, для женщины, чтобы женщина была эффективной и все успевала, она должна поставить на первое место свою семью и детей. Если она поставила на первое место свою семью и детей, все остальное сложится. То есть, мужа и детей? Ну, семью. Ну, то есть, у кого-то семья более расширенная, да, то есть, ну, семья и семья, и дети... Я мужей защищаю, защищаю мужей, как бы я адвокатом остатываюсь. Вот, то есть, если вы поставите на первое место свою семью, то все остальное выстроите. Если же вы, например, возьмете и сделаете перекос, поставите на первое место свою карьеру, ну, что типа, а, муж-то подождет, ну, как бы, дети, а, потом когда-нибудь, то вы не получите того результата, который могли бы получить. Ну, это проверено на моем опыте, на опыте многих женщин, и вот с кем из успешных таких женщин я не общалась, практически все говорят о том, что семья и дети должны быть на первом месте, ну, конечно, после, там, духовной практики, после Бога, то есть, ну, как бы, это нулевая ступень. Ну, после базовых принципов, да, то есть, каких-то принципов, которые, да, являются... Из каких-то обычных дел, из взаимоотношений в этом мире, из таких материальных, семья и дети должны быть на первом месте, тогда все остальное у вас получится и сложится. Даже не добавить, например, это очень, да? Я согласен с предыдущим оратором. У нас есть какие-то комментарии, давайте мы, может быть, на парочку ответим и продолжим, потому что осталось... А как теперь их включить? Да, давай, сейчас, сейчас. Вот так. Оп. Ага. Снова здравствуйте. Не, давай это... Закройте комменты. Сиськи говорит какой-то товарищ и... Пролистай вверх, там уже может быть... И... куда он? Так, так, так. Вот нижний. Да? Да, скрывайте прямой эфир. Окей, скрыть. Больше не будет в этой истории. Привет, привет, привет. Что нужно сделать? Да, есть какой-то вопрос, там что-то такое, тогда мы готовы ответить. Вот, еще один важный момент, да, давай сразу закончим с этой темой по поводу успевать все. Есть такая штука, как стресс. И сейчас в стрессе живут практически все люди. Мы пытаемся успеть, да, это опять же... Все думают, живут нормально, а оказывается в стрессе. Это опять же про стресс. И это нездоровое положение вещей. А что еще хуже, что когда вы в стрессе, вы пытаетесь ускориться. Ну, то есть многие женщины, они говорят, а, мне в сутках надо еще там 24 часа, тогда я все буду успевать. Но самая грамотная стратегия в стрессе для женщины, это замедлиться. Это перестать торопиться, перестать суетиться, расслабиться и делать все чуточку медленнее. И вы увидите, что ваши сутки, они как будто удлиняются. У вас появляется больше энергии, и вы больше успеваете, именно потому, что вы никуда не бежите и ничего такого не торопитесь. То есть вы в своем темпе, без напряжения, без суеты, просто идете... А что, я что, там что-то вопросы были? Ну, еще с вами, да. Вот, то есть замедлиться, не ускориться, а замедлиться. То есть мы, как бы, с мужчинами мы несколько разные. Если мужчины, они при ускорении не получают дополнительные силы, ну, как это, машина, да? Машина же так, правильно, когда быстрее едет, у него аккумулятор быстрее заряжается, да? Ну... Ей надо двигаться. Ну, то есть есть какие-то бонусы, да, есть какие-то бонусы. Да, надо, чтобы, ну, как бы, да. А женщине, наоборот, то есть женщине нужно, как бы, замедлиться, и тогда она больше успеет. То есть это один из секретов таких борьбы со стрессом. Ну, и, в принципе, наверное, вот из того, что я планировала сказать, я все сказала. Да? Ну, вот то, что мы планировали. За сим все, пока! Шучу. Давайте посмотрим, что у нас там. Мы попали в топ эфиров. Это, то есть, вот где-то наверху в Инстаграме у людей большое количество. Ну, поэтому к нам и ходят всякие. Ну, ничего, нормально так бывает. Привет всем, да. Гругим, с многим. Катерина Дорохова говорит, мы вас любим от Максима. Ой, мы вас тоже очень любим, Катя. Максиму привет передавай больше. Катя, привет, да. Мы вас всех любим. Приезжайте в гости. Далеко. Получается, вы верующие. Не поверите, каждый человек верующий. Каждый человек верующий. Просто один верит в какого-то этого Бога, какую-то в эту религию, а кто-то верит в отсутствие Бога. Либо кто-то верит в деньги. Вы тоже верите. Каждый человек верит, и у каждого человека есть свои убеждения. Елена Малышева. Это, видимо, я. Меня обозвали Еленой Малышевой. Елена Малышева. Сам ты, Наташа. Это она сама. Она свое имя написала. Не блокируй ее. А, да? Черт, блин. Это вы Елена Малышева? Она представилась, как ее зовут. Ваша мать. Простите. Окей. Как учатся наши дети? Ну, мы про это отдельный эфир давайте проведем, потому что много. Да, наши дети учатся. Там целая история. Кстати, Даша, ваш друг, мы с ним очень хорошо знакомы. Он нас рекомендует, читает наши книги. Мы его слушаем, ржем над его выступлениями. Я был именно на консультации, ходил на его лекции. Да, можно сказать, мы дружим. Спасибо за эфир. Очень приятно на вас смотреть. Да, вам тоже спасибо, что вы создаете хорошую атмосферу. Как найти подруг? Ну, во-первых, все-таки нужно для того, чтобы найти подруг, нужно этого захотеть. И нужно все-таки их как-то искать, что-то делать для этого. Ну, например, когда мы переехали в Питер, у меня не было подружек. И мне не с кем реально было не пообщаться. Единственной подружки были снег, дождь петербургский и сосульки. Вот. А потом я организовала группу йоги в утреннее время. Почему? Потому что мне нужна была йога, и мне нужна была йога рано утром, до того, как муж идет на работу. Не было рядом со мной никаких таких предложений, поэтому я организовала группу. Я нашла преподавателя по йоге, я нашла девочек через интернет, опять же, да, которым хотелось тоже такую же группу, тоже в утреннее время. Нас было там 5-6 человек, потом мы еще танцами начали заниматься по утрам. И у нас постепенно сколотилась такая женская тусовка, женская компания. То есть не сидеть нужно, да. Маленькая женская секта. Маленькая женская секта. Жена уходила куда-то, возвращалась довольная, счастливая. Класс. Да, то есть, ну и в плане друзей нужно все-таки... Мы с мужем очень долго мечтали о друзьях, ну вот таких прям семейных, с которыми можно было... Кстати, да, мы это поставили на поток, и я записывал людей, которые я хотел бы увидеть в своих друзьях. И каждый год этот список у меня дополняется, а вот предыдущие галочки ставятся, не поверите. Причем люди такого уровня, высокого очень, иностранцы в том числе. Вот, и мы мечтали об этом, мы хотели этого, мы написали список качеств примерно какие, и через какое-то время мы случайно познакомились, например, с нашими самыми близкими друзьями, абсолютно случайно вообще. Вот, и мы уже сколько, два-три года? Ну да, да. Три года, три года уже. Да, и много знакомых, таких хороших друзей, которые там постепенно наше окружение, не то чтобы поменялось, кто-то вдохновился, кому-то мы стали неинтересны, там какие-то странные люди. Для многих мы, без царя в башке, вот, для кого-то, вот видите, крутые пишите. Спасибо, вы крутые, для вас мы крутые. Прикольно, для нас вставать раньше. Честно, для того, чтобы вставать раньше, вам нужна причина зачем. То есть, если у вас будет зачем, ну вот, как знаете, на работу, если нужно к 8 утра, вы же встанете в 6, правильно? Если вам час добираться и час собираться, вы же встанете в 6, без вопроса. Так, около вас спиди с памперсами, на салт под вас. Вы встали, да, и все пошли. Вот, то есть, если у вас... Все, уже не спится что-то. Если вы знаете, зачем вам это утреннее время, если вы, например, запланировали, что вы по утрам пишите какие-то утренние страницы, да, или вы по утрам, у вас молитва, там, чтение книг. Забор у вас горит. Или просто, понимаете, вы, мама, и вам нужно время наедине с собой, у вас нет другого времени, и вы понимаете, что если вы встанете на час раньше, у вас будет целый час, когда вы сами можете с собой пить чай. И, так, ну, как бы, да, то вы встанете... Но здесь вопрос, на самом деле, еще другого характера. Не, здесь большинство спрашивают, как вставать раньше, а, наверное, чаще всего этот вопрос можно переконвертировать в как ложиться раньше. И вот это сложно. Вот, да, и очень сложно вставать раньше, если вы поздно ложитесь. Да, сложно вставать в 5 утра, если ты лег в 4.30 утра. Ну, как бы, вот, сложности существуют. На самом деле, здесь такая же стратегия маленьких шагов. То есть, вы сначала хотите вставать в 6, например, сегодня вы встаете, сейчас вы встаете в 8. Но начните в ближайшую неделю вставать в пол восьмого, поставьте себе такую задачу. И потихоньку перестраиваетесь. То есть, и ложиться, да, вы ложитесь там в 12, начните ложиться в 23.30. Всего полчаса, ну, как бы, не так много потеряете. И так постепенно сдвигаете, 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 потом хопа, и вы жаворонок. У нас был опыт, нам не нравился наш режим дня, и мы начали каждый день записывать в Excel, в Excel, в табличке вести наш подъем. И потихоньку мы от себя, от себя таких увольни, от себя лентяев отвоевали час, час, наверное, в среднем. И это было круто, потому что, когда вы смотрите на одну, как бы, историю, дурак, сам дурак, вот, когда вы смотрите на... Откуда все эти люди вообще? Откуда ты взялся, брат? Да, сведюли? Вот, представьте, у людей вообще цель жизни прийти к кому-то. Да, нормально, что, насрать другим, да и пойти дальше. Все довольны. Очень эффективно. Сделал дело, гуляй смело. Вот, ну, в банду летел. Смотрите, понимаете, да, какая история? Если вы начинаете... Вот у нас марафон женственности, он об этом. Марафон женственности – это такая история длительная, где вы начинаете следить за самой собой. За самой собой следить, что вы делаете на самом деле, что происходит в вашей жизни, как это меняется, как ваша жизнь меняется, как ваша жизнь начинает немножко сдвигаться. Потому что сегодня у вас дети есть... Нет, у нас всего четверо детей, а так детей нет. Вот, начинает сдвигаться потихонечку, на йоту, на немножко, на дистанции месяца-двух, это можно уже изменить свои привычки. Все, по поводу образования, ну, как-нибудь, другой эфир запишем. Привет, привет, мы отвечаем на комментарии потихонечку. Сегодня мы сохраним это видео, мы сохраним, и мы хотим его залить в Телеграм. Простите, что я вас тыкаю пальцем, но как-то так. Ну, вообще, люди, ну-ка, а как, у нас четверо детей. Как-то все произошло, как-то все произошло. Всегда ли Алексей был на одной волне с вами, который любит. Вот он, знаете, мой муж обещает мне написать пост. Плохо. Нам жарко, у нас 35 градусов, 32 градуса на улице. Плохо. Написать пост на тему, какой был Алексей Устилимский и так далее. Напишем еще. Ну, он что-то вот стесняется, давайте мы все его попросим тут. Поставим там смайлики, скажем, Алексей, ну-ка, быстро расскажите нам все правды. Алексей бухал бухашку, не курил куришку, но бухал бухашку, стрелял стреляшку и казинил казинашку. Что делал? В казино ходил. А, казино. Казино, казино, казино. Ну, то есть там лет еще сколько назад? Сколько? Лет 5? У кого-то там ребята с какими-то фамилиями, почему-то странно оканчивающимися на... Ну, короче, с других, с соседних, с соседних республик, почему-то у них какой-то какой-то недотрахеоз. Ну, что такое, откуда вы беретесь? Федор, Федор. Вот, и просто, ну, как бы, какое-то время назад, например, это было нормально, что Леша там... Леша ел мясо. Не пугай людей. Я напишу, расскажу. Тебе спросили, был другой, был другой. Бил пиво каждый день. Был другой, был другой. Все, давай, не будем углубляться. Ну, ты обещаешь написать, да? Вот давай, обещай прилюдно это дело. В следующем году. Одно дело, не, давай в этом году, у тебя еще есть два дня за это. Окей. Все, посмотрите, еще несколько моментов, которые важны. Первый момент, это вот тренинг, который у нас будет, ссылка на него на 0108.ру. Слэш 2018. Там, собственно, много будет практики и ответов на вопросы. Причем даже не ответов на вопросы, а вот прямо действий ответов на вопросы. То есть, это будет действие. Вы будете действовать и понимать, как все это происходит в вашей жизни. Это первая история. Вторая история. Мы это видео сохраним здесь. Но это 24 часа, к сожалению. Мы сохраним, постараемся, насколько это даст возможность. Телефон и все остальное, вся техника. Сохраним в Телеграме. Телеграм т.ми слэш Ольга Валяева. Или, да, можете набрать Ольга Валяева, Телеграм в поисковике и можете найти ответ на вопросы. На те вопросы, на которые вы не смогли найти ответ, вы можете просто набрать. Реально, у Ольги больше тысячи статей на сайте Валяева.ру. И вы просто в Яндексе набираете Валяева про прививки. И вам выпадает несколько статей. Потом Валяева про обучение. Несколько статей. Валяева, про отношения, про много ответов на вопросы. Это такие большие, длинные статьи, где на несколько листов формата А4. Как отмечаем Новый год? Как отмечаем Новый год? Ну, как обычно. Уныло. Спать, ложимся и все. Бухла нет, что делать? Скучаем. Мы не пьем, да, вообще. У нас и так дури хватает. Ну, видите, у нас так дури хватает для алкоголя. Что нам, как бы... Ну, купим каким питанием... Ну, купим каким питанием...